Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. И вот некоторые темы этого выпуска. Автобус с детьми перевернулся в Петропавловском районе. Несовершеннолетние ехали в летний лагерь. Переориентация на восток, новые возможности и барьеры. В Барнауле открылся большой экономический форум по экспорту в условиях санкций. Морковный ягодный из мандаринов. В День торта о том, легко ли организовать сладкий бизнес. Начнем выпуск со срочной новости. В крае на трассе перевернулся автобус с детьми. ДТП произошло в Петропавловском районе. Об этом нашим коллегам сетевому изданию «Толк» сообщили очевидцы. К месту аварии направили сотрудники ГИБДД, пока обстоятельства и причины аварии, а также число пострадавших выясняются. Подробности в полиции обещали сообщить позднее. Пока известно лишь о том, что дети ехали в летний лагерь в Солонейшинский район. А теперь к основным темам выпуска. Отечественные производители нуждаются в поддержке по разработке логистических схем на внешнем рынке. Об этом сегодня заявил управляющий директор Российского экспортного центра. Он и еще десятки экспертов-экономистов прибыли в Барнаул, где проходит большой межрегиональный форум по вопросам импортозамещения и экспорта в новых экономических условиях. В течение четырех дней руководства Российского экспортного центра, эксперты из разных регионов страны, представители правительства края будут обсуждать возможности и барьеры реального сектора экономики в условиях санкций. Они отмечают, многие производители уже смогли переориентироваться на другие рынки, но отдельным сферам приходится непросто. Так есть сложности с поставками отечественной, одновременно приобретением импортной продукции отрасли машиностроения. На уровне федерации продумывают меры по поддержке участников рынка. Самая востребованная мера – это все-таки мера по поддержке логистики на внешние рынки, тем более, опять-таки, в условиях более чем двукратного подорожания весной по логистике, да и просто где-то запрета на поставки. Конечно, это сейчас, наверное, самая востребованная мера. Государство, Минкомторг, Минсельхоз России выделяют существенные ресурсы под эту программу. И в дальнейшие три года сейчас в проектировках бюджета, в общем-то, эти программы значительно усиливаются. Отметим, в программе форума запланирована не только конференция, но и дискуссионные площадки, посещение промышленных предприятий края, а также тренинги и мастер-классы. Подробнее о ходе и результатах экономического форума расскажем в ближайших выпусках новостей. В Барнауле дан старт строительству первого дома для переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Это будет не совсем обычная многоэтажка. Квартиры в ней специально проектируют небольшими. Так власти смогут по закону предоставить владельцу аварийной жилплощади идентичные квадраты. Ведь часто по этой причине срываются аукционы. Подробности первого в своем роде проекта в нашем материале. Вячеслав Франк несет раствор для стены первой в Барнауле уникальной многоэтажки. Здесь будет девятиэтажный дом. Его возводят по программе расселения людей из аварийного и ветхого жилья. И это необычный для города проект. Квадратные метры строят специально под параметры привычных для аварийных домов квартир. А они, как правило, небольшой площади. И часто именно этот фактор срывал аукцион на предоставление альтернативного жилья из-за отсутствия предложений на рынке. 25 квадратных метров, что сегодня 30 квадратных метров, но она трехкомнатная. Строитель сегодня в современном этом мире не строит такого жилья. Но мы обязаны предоставить эту квартиру. Именно в этом доме мы просмотрели ту возможность, о которой я сказал. Это небольшие квартиры с учетом той квартирографии, в которой проживают сегодня люди в домах, которые признаны аварийными. Вот есть конкретный человек, под конкретного человека надо построить квартиру. Но вы сами понимаете, что в панельном исполнении, максимально комфортном с точки зрения цены, это сделать весьма непросто. И, соответственно, и задание на проектирование в институте, и реализация всего этого хозяйства, она имеет достаточно много сложностей. Но мы обязаны это делать, в конце концов. Ветхие дома – одна из острых проблем Барнаула. В прошлом году из-за обрушения стен в нескольких из них пришлось эвакуировать людей. Расположены аварийные жилища на потоке в Центральном и Октябрьском районах. Отсутствие на рынке жилья квартир нестандартной квадратуры – лишь одна из причин, которая препятствует расселению. Другая – стоимость жилого метра. От нее зависит размер денежной компенсации, которую получает собственник аварийного жилья. Из-за скачка цен люди зачастую не могут приобрести достойную альтернативу на предложенные средства. Новая многоэтажка должна помочь решить эти проблемы. Из 72 квартир 50 планируют отдать жильцам аварийных домов. В целом же в этом году на реализацию программы переселения выделено больше 2 миллиардов рублей. В рамках программы планировалось расселить 156 многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017 года, общей площадью 67 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день расселено 50 тысяч квадратных метров. После 2017 года в список аварийных вошли еще 85 домов. Их расселение проходит в рамках муниципальной программы, для которой выделили больше 300 миллионов рублей. Вячеслав Франк уверен, что подобные этому строительству проекты могли бы стать примером для остальных застройщиков. И в свою очередь признает, что возможно стоит пересмотреть сам подход к решению проблемы. Я бы думал, что это было бы все-таки решение о предоставлении земельных участков и бесплатно под эти программы. Будущую девятиэтажку планируют сдать в следующем году. Темпы строительства высокие. Не собираются медлить власти и с остальными. Все вошедшие в программу переселенцы должны обрести новый дом до конца 2023 года. Елена Макаренко, Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле произошло не совсем обычное ДТП. Столкнулись два трамвая, причем на конечной остановке. Две десятки, как говорится, встретились. Врезались так, что получили серьезные повреждения. Предположительно, из-за отказа тормозов у одного из вагонов обошлось, к счастью, без пострадавших. Чего не скажет, до другой аварии с участием трамвая. В начале этой недели из-за наезда в вагон 30-летний мужчина лишился руки. По словам очевидцев, он стоял на остановке спиной к трамваю, когда тот почти закончил движение. Мужчину непонятным образом зацепило. Люди отмечают, что в районе ДТП очень узкая остановочная платформа и пострадать может кто угодно. Добавим в комментариях к постам об этих происшествиях. Барнаульцы пишут о том, что в последнее время дорожные аварии с трамваями стали происходить уж очень часто. Люди недоумевают. В чем причина? В компетенции у водителей или техническом состоянии транспорта. С конца мая барнаульцы совершили уже более 5000 поездок с пересадками в районе Нового рынка. Об этом сообщают в мэрии. Такая возможность у жителей города появилась благодаря разворотным трамвайным кольцам, которые обустроили у торгового центра «Пионер» и у дома «Быта». В следующем сюжете расскажем, хватает ли пассажирам времени, чтобы успеть все за 100 минут выйти с трамвая, дойти до следующей остановки, дождаться транспорта. Смотрим. Тест-драйв пройден. Несколько недель назад впервые по этим рельсам прошел трамвай номер 3. Разворотное кольцо на доме «Быта» построили на время ремонта путепровода. Напомним, первое кольцо на новом рынке появилось в конце мая. За пару месяцев барнаульцы перестроились на новую схему движения, а также на новый формат оплаты. С 21 мая в городе запустили электронный пересадочный талон. Он действует по транспортной карте. У пассажиров есть 100 минут, то есть полтора часа на то, чтобы перейти с нового рынка до дома «Быта» и сесть на нужный транспорт. Всего по пересадочному талону барнаульцы уже совершили более 5000 поездок. После первого отбития у тебя есть 100 минут, чтобы пересесть. Времени более чем достаточно. Жалоб не поступало, что кому-то не хватило времени пересесть даже с учетом пешеходной связи, чтобы перейти участок, который ремонтируется. Что касается ремонта моста в целом и неизбежных пробок, стадия принятия, кажется, уже наступила. Ну как, ну как, ну как, принимаю то, что есть, ну как, от нас же ничего не зависит. Мы опасаемся, так сказать, начала осени, зимы, когда студенты начнут, так сказать, ездить. А так, время нужно подбирать, а иначе приходится жить в пробке. Ну на работу добираться не очень удобно, а так стараемся лишний раз никуда не ездить. А вот что может существенно поддержать молодежь во время ремонта моста, так это единые школьные студенческие проездные. Напомню, в Барнауле их вводят с 1 сентября. Если школьники и студенты ранее могли воспользоваться выгодой только в электротранспорте, то теперь проездные будут действовать и в автобусах, работающих по регулируемым тарифам. На это из бюджета города выделено почти 24 миллиона рублей. Добавим, продажа проездных билетов стартует 15 августа. Анна Рашагирова, Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Проблем с поставкой металлоконструкции нет. Отставание от графика тоже заявили представители дорожных служб города, которые занимаются реконструкцией моста на новом рынке. Так, за последнюю неделю рабочие перенесли коммуникации сетей связи для того, чтобы продолжить демонтаж пролетных строений. На сегодняшний день уже демонтировано 60% моста. Разбирать конструкции продолжают и в настоящее время. Кроме того, на этой неделе мы заканчиваем устройство буронабивных свай под опоры переноса теплосети и занимаемся устройством насадок уже на отбуренных опорах параллельно. Заканчивается поставка уже труб для теплосети опять же. В этом управлении ведется работа. Ну и ждем подписания договора с РЖД на предоставление технологических окон. То есть как только он будет подписан, мы заказываем первые окна и даем уже график работы в ночное время на тех четырех пролетах, которые попадают в зону действия именно на железной дороге. Дорожники также отметили, что никаких проблем с поставками металлоконструкции нет. Договор с Тюменским заводом заключен три недели назад. Конструкции для моста поступят уже этой осенью в октябре. Напомним, масштабный ремонт транспортного узла стартовал в мае этого года и завершится в ноябре 2020. Почти две сотни возгораний этим летом произошло на территории края из-за сухих гроз. Это половина от всех лесных пожаров в регионе. Об этом на пресс-конференции заявил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский. Из всех лесных пожаров, а их на сегодняшний день на территории края на 408, произошло 177 пожаров только произошло за счет грозовых разрядов. В конце июня-начале июля из-за сухой грозы огонь разбушевался в лесах Михайловского и Угловского районов. В последнем едва не вспыхнула деревня. Огонь не дошел до населенного пункта всего каких-то 50 метров. Это лето выдалось аномальным по числу шторм прогнозов из-за сильной жары. Так буквально сегодня МЧС региона в очередной раз сделала рассылку с предупреждением о высокой температуре в регионе. По прогнозу, с 21 по 25 июля включительно в крае ожидается 30 градусов жары и выше. Зной может спровоцировать новый всплеск пожаров в регионе. Будьте осторожны с огнем. К другим темам. Алтайский край стал киностолицей России на несколько дней. В Барнауле накануне торжественно открылся Всероссийский шукшинский кинофестиваль. Что в этом году в его повестке? Какие темы поднимают представители киноиндустрии и кто из звездных гостей вступил на красную дорожку в Барнауле? Расскажем далее. Даже на красной дорожке один из главных артистов этого фестиваля, Павел Деревянко, не остался без подарка. Ему зрители вручили книгу Василия Шукшина. Дать волю творческую в Барнаул приехали несколько десятков актеров, режиссеров, поэтов со всей России. На Алтае начался знаменитый шукшинский кинофестиваль. Красный цвет, калина красная. Это настроение. Когда вижу губернаторов, артистов, такое ощущение, что весь Алтайский край включился в какое-то творчество, созидание. Впервые после начала пандемии фестиваль в привычном формате. За гостями, дорожкой и ламповым просмотром киноработ. Открывает программу фильм «Мятный пряник» Андрея Карасова о том, как дети попадают в приют. Режиссер и сам был волонтером в детдомах и 6 лет готовил свое высказывание. Такого же явления, как детский дом, за рубежом практически нет. Оно есть только у нас в России, увы, к сожалению. Но тенденция идет к сокращению. В моем фильме очень многие найдут что-то для себя внутри нотки какие-то. То, что заденет, то, что трепетнет. То, что заставит волноваться и потом немножко после фильма думать, 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 думать. Один из исполнителей главных ролей в «Мятном прянике» Иван Кокорин тоже на Алтае. Мне кажется, Василий Макаревич Шукшин в сегодняшний день как никогда актуальный. По очень простой причине. Потому что он любил человека. И вот захотелось рассказать о них и о других людях моего села. Мысль же такова. Это прекрасные люди. Красивые. Мне кажется, действительно, чтобы понять его фильмы до конца, нужно приехать сюда. И увидеть это своими глазами. Игорь на красную дорожку вбежал. Говорит, настолько его напитал наш воздух. Он представляет картину межсезонье о подростках, которые отстаивают свою любовь и правду перед всем миром. Нужно устроить революцию. Веря, строй! Все боятся. Кричат, что все плохо. Ходят на работу, которую не дают. Таких личностей, как Шукшин, сегодня в кинематографе очень не хватает. Но я уверен, что они появятся сейчас в такие сложные времена, в которые есть возможность для того, чтобы себя проявить как-то. Каждый делает свой выбор. Каждый должен вообще решать, как относиться к этому миру, к своей жизни, к тому, что ты несешь в этот мир. Фильмы будут идти в кинотеатрах Барнаула и Наукограда. В Бийске в пятницу пройдет встреча с Ириной Муравьевой. Актриса фильма «Москва слезам не верит». А сегодня в концертном зале «Сибирь» со всеми желающими пообщается актриса Олеся Судзиловская, которая неравнодушна к фигуре Шукшина. «Первое – это стабильность. Мы всегда точно знаем, что можно и что нельзя. И это передадим детям. В этом мужчине с большой буквы это прекрасно видно и выражается. Это черта характера. И еще одна маленькая черта – давайте нам друг другу, людям, мы все будем давать возможность на ошибку и возможность на искупление». Кинопрограмма и программа встреч продлится до конца недели. 23 июля в субботу все переместится на родину именитого земляка в Сростке, где и станут известны имена победителей 24-го Шукшинского фестиваля. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком. 11 картин российских режиссеров покажут во время Шукшинского кинофестиваля. Прокат лент продлится до конца этой недели в нескольких кинотеатрах края. Также до воскресенья ежедневно в регионе проходят творческие встречи с известными актерами и фотохудожниками. Барнаульцы сегодня смогли лично пообщаться с прославленным фотографом Анатолием Ковтуном, который по заданию информагентства ТАСС создал знаменитую серию портретов нашего талантливого земляка, Василия Шукшина. Секунд, наверное, 3-4 молчал. И говорит, ну давайте. Я сразу говорю, когда? Анатолий Ковтун вспоминает, что Василий Макарович прессу не любил, но фотохудожнику из операторской стези сделал исключение, согласился на серию снимков и не прогадал. Фотограф сумел через объектив обнажить душу писателя, а актера Шукшина, которому не нравилось позировать, он хотел быть таким, каким он был в реальной жизни. Съемки на пароходе Дунай. Я как-то забыл про это, что он не любит. Я ему говорю, Василий Макарович, хороший закат, я говорю, может быть, кадр сделаем такой. А, да-да-да, ну посмотрим, посмотрим. И ушел. Дня за два, наверное, до моего отъезда, за три дня, Шукшин говорит, Толя, ты хотел какой-то кадр снять, сейчас, по-моему, солнце есть. То есть надо, он солнце увидел, он увидел кадр, который я хотел. И, значит, соответственно, сняли мы этот кадр. Сегодня во всем мире отмечают День торта. Это повод узнать кухню самого сладкого бизнеса. Анастасия Наборщикова побывала там, где мечтает оказаться каждый ребенок. Подробности прямиком из кондитерской мастерской. Вы пока не видите, но скоро будет торт. Шесть рук десерта пекут Юля и Марина. Галина – двигатель творческого процесса. Еще пять лет назад она была руководителем отдела по персоналу. Когда я родила второго ребенка, я поняла, что возвращаться на работу я не хочу, а мне надо придумать себе дело, которым я буду зарабатывать себе сама. И это было решение именно сразу строить бизнес. То есть это не было хобби, которое переросло в бизнес. Сегодня у Галины свои постоянные клиенты. Рассказывают, что осенью бейчане и барнаульцы любят морковный торт с абрикосами и мандаринами. А зимой чаще берут ягодный пломбир. Кстати, москвичи тоже. Нас вызывали молодожены в Горно-Алтайск на дегустацию. Прилетали они из Москвы, а в Горно-Алтайск встречались с шефами, с поварами. То есть им надо везти торт за 250 километров. То есть и мы повезем. Вот уже скоро в августе повезем торт за Чимал. Мне важно сохранить индивидуальность. Вот как я говорила, что это торты должны быть для людей и о людях. Поэтому нет цели сделать слишком много. Есть цель сделать хорошо, качественно. И это взаправду. Во время съемки наш оператор Александр Антропов не удержался и слопал бисквит. А в это время Галина принимала уже новый заказ свадебного торта. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Я напомню, телефон нашей редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну а далее по традиции о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи!